Здравствуйте, друзья! Тема нашего сегодняшнего урока – комический случай в основе рассказов Антона Павловича Чехова «Дипломат и мальчики». Сегодня на уроке вы охарактеризуете и оцените героев, их поступки, мотивы поведения, значения имен и фамилий. Ответите на проблемный вопрос, используя цитаты. Перескажете содержание произведения, используя приемы цитирования. В 1885 году Антон Павлович Чехов пишет рассказ «Дипломат». Ребята, давайте проведем словарную работу и составим кластер «Качества и навыки дипломата». Ребята, а теперь давайте проверим себя. Дипломат должен обладать следующими качествами и навыками – коммуникабельность, деликатность, ловкость, красноречие и обязательно тактичность. В основе сюжета рассказа «Дипломат» лежит короткая и даже очень трагическая история. Но талант Чехова способен придать даже этой трагической печальной истории юмористический окрас. Так смерть жены Кувалдина-чиновника становится веселым юмористическим анекдотом. Ребята, а теперь давайте перескажем произведение, отвечая на вопросы «5 почему». Первый вопрос. Почему рассказ называется «Дипломат»? Почему Пискарев становится дипломатом в рассказе? Почему Кувалдин не живет с женой? Почему Пискарев противоречит себе? Почему Пискарев вернулся в квартиру жены Кувалдина в отчаянии? Ребята, а теперь давайте проверим себя. «5 потому что». Рассказ называется «Дипломат», потому что таким образом автор иронизирует над тем, что Пискарев не соответствует роли дипломата. Пискарев становится дипломатом только потому, что родственница умершей просит Пискарев преподнести Кувалдину известие о смерти его жены. Кувалдин не живет со своей женой, потому что Анна Кувалдина, несмотря на мольбы мужа, не простила ему увлечения минуты. Пискарев противоречит себе, потому что он пытается скрыть то, что жена Кувалдина умерла, но в его речи то и дело появляются слова, указывающие на ее смерть. И в итоге Пискарев в отчаянии возвращается в комнату умершей, потому что он так и не понял, что не смог скрыть печальное известие и тем самым усугубил положение Кувалдина. Два слова ему только сказал, чуть только намекнул. Поглядите, что с ним делается. Ребята, ответив на 5 вопросов, почему мы обозначили сюжет произведения. Ребята, как мы понимаем, Пискарев оказывается никудышным дипломатом. Давайте вычленим в его речи этапы подготовки Кувалдина к сообщению о смерти жены. Проверим себя. Первым этапом являются слова «человек я независимый, вдовый, куда хочу, туда и иду». Таким образом, Пискарев говорит, что быть вдовцом намного лучше, чем быть женатым человеком. Второе. «А срамила она тебя на весь город, из дому прогнала. Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего». Третье. «Злющая, своенравная, лукавая. Что ни слово, то жало ядовитое. Что ни взгляд, то нож острый». Четвертое. «А хоть бы и умерла, все помрем. И ей, стало быть, помирать надо. И ты помрешь, и я». Вот к такому неутешительному выводу приходит Пискарев в своей речи. Антон Павлович Чехов пишет свои рассказы не только о взрослых, но и о детях. Следующий рассказ, который мы будем анализировать, это рассказ «Мальчики», написанный о влиянии книг на детское воображение и фантазию. Ребята, главными героями рассказа «Мальчики» являются Володя Королёв и его друг Чечевицын. Давайте сравним общее и различие, составив диаграмму Вена. Проверим себя. Чечевицын. «Худой, смуглый мальчик, покрытый веснушками. Угрюмый, все время молчит, ни разу не улыбнулся. Герой – решительный, неустрашимый человек. Для себя он придумывает прозвище «Мантигома – ястребинный коготь». Гордость и непоколебимость отличают Чечевицына. Володя Королёв. Пухл и бел, всегда весёлый и разговорчивый, добрый, податливый, привязан к своей семье. Чечевицын называет его своим бледнолицым другом. Возвращаясь домой, Володя Королёв испытывает раскаяние. Общее, что объединяет этих мальчиков, это то, что они являются оба учениками гимназии. И самое главное, что объединяет этих мальчиков – это мечта о путешествиях. Мысли у мальчиков были общие. Ребята, в рассказе есть другие персонажи-дети. Это сёстры Володи, Катя и Соня. Давайте от имени сестёр Кати и Сони напишем письмо родителям Володи о Чечевицыне, используя приём РАФТ. Проверим себя. Катя и Соня могли написать следующее письмо. Дорогие родители, ночью Володя уехал в Америку с Чечевицыным, чтобы привезти нам из Америки золото и слоновые кости. Чечевицын необыкновенный и замечательный. Должно быть очень умный и учёный человек. Он о чём-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чём-нибудь, то он сдрагивал, стряхивал головой и просил повторить вопрос. Это был герой решительный и неустрашимый человек. О его несомненном уме говорит то, что он читал Майнрида и много знает о жизни индейцев. Уезжая, герой оставил подпись в тетради «Мантигомо истребиный коготь». Ребята, обратите внимание, что девочки романтизируют образ господина Чечевицына. А теперь давайте прочитаем диалог и выделим в нём слова, в котором девочки описывают Чечевицына. Он сурово кашлянул, потёр правой ладонью левую руку, поглядел у Глюма на Катю и спросил, вы читали Майнрида? Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься. Погружённый в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щёки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он ещё раз поднял глаза на Катю и сказал, когда стадо бизонов бежит через помпасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут. Чечевицын грустно улыбнулся и добавил, а также индейцы нападают на поезда, но хуже всего это москиты и термиты. А что это такое? Это вроде муравчиков, только с крыльями, очень сильно кусаются. Знаете, кто я? Господин Чечевицын. Нет, я Мантигама, ястребинный коготь, вождь непобедимых. Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье, а у нас чечевицу вчера готовили. Ребята, обратите внимание на выделенные слова. Эти выделенные слова говорят о том, что в глазах девочек Чечевицын предстаёт взрослым большим человеком, какого они не видят в Володе. Обратите также внимание на то, что у Маши фамилия Чечевицына рождает ассоциацию с едой, с крупой, чечевицей. Таким образом Чехов создаёт комический эффект. Ребята, а теперь давайте перескажем текст, отвечая на следующие вопросы. Накануне какого праздника происходят события рассказа? Откуда приехал Володя и кого он привёз с собой? Какие перемены произошли в Володе и почему? Как вёл себя Володя накануне побега? Где задержали мальчиков и как вели себя беглецы? Проверим себя. Действие рассказа мальчики происходит накануне Рождества. Володя Королёв приезжает домой из гимназии и привозит с собой товарища Чечевицына. Сёстры в Володе замечают в мальчике перемены. Он мало говорил и был серьёзен. Оказалось, что мальчики решили сбежать в Америку. Однако накануне побега Володя плакал и отказывался уезжать. В итоге мальчиков нашли в городе. Увидев маму, Володя сразу заплакал, а Чечевицын был суров и надменен. Ребята, в основе сюжета рассказа лежит побег мальчиков. А теперь давайте ответим на вопрос. Почему же мальчики-гимназисты сбегают из дома? Проверим себя. Их влекут мечты и фантазии. Их влечёт стремление повзрослеть и быть независимыми. Они начитались приключенческих книг, в том числе Майнрида. И жажда приключений влечёт мальчиков в Америку. Ребята, итак, поступок мальчиков – это смелость или безрассудство? Давайте ответим на этот вопрос вместе. Смелость предполагает способность героев оценивать опасность и реально видеть окружающие обстоятельства и условия. А начитавшись приключенческой литературы, мальчики убегают из дома. Бурная фантазия мальчиков переносит их в воображаемый мир – мир Америки. В рассказе речь идёт о безответственности и безрассудстве. То, как Чечевицин с трудом рассказывает о маршруте, говорит о полном незнании пути, которым они собирались следовать. Таким образом, Чехову даже самые печальные сюжеты удавалось превратить в анекдот, в комические ситуации. Давайте отметим, какие признаки комического лежат в основе рассказа дипломат. Первое – это несоответствие Пискарёва роли дипломата. Второе – речь Пискарёва. Третье – тщетная попытка Пискарёва утешить Кувалдина. И четвёртое – это смешные комические фамилии героев. А в основе рассказа Чехова мальчики лежат следующие комические элементы. Это несоответствие гимназистов роли индейцев. Это антитеза желаемого и действительного. И излишняя серьёзность мальчика и их стремление оказаться взрослее. Сегодня на уроке мы охарактеризовали и оценили героев, их поступки, мотивы поведения, значения имён и фамилий. Ответили на проблемный вопрос, используя цитаты. Пересказали содержание произведения, используя приёмы цитирования. Ребята, таким образом, в ранних рассказах Чехова его смех ещё не обличителен. Задачей Чехова ещё не является выявление пороков общества, а только лишь стремление показать юмористические, анекдотические, забавные случаи и ситуации. Свою авторскую оценку Чехов выражает в названиях своих произведений. Так, героям произведения дипломат становится человек, который не обладает дипломатическими способностями. А в основе сюжета «Мальчики» лежит желание и стремление мальчиков казаться взрослыми. Мы заканчиваем наш разговор о Чехове. На этом наш урок закончен. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова